Давайте рассмотрим важные понятия, с которыми сталкиваются наши студенты, когда начинают изучать системное мышление. Трансдисциплинарность. Без этого понятия трудно сообразить, как системное мышление применяется в деятельности и как относится к другим теориям. Студенты часто допускают типовую ошибку. Вот у нас системное мышление. Это трансдисциплина для системных предпринимательства, инженерии и менеджмента. Можно подумать, что системное мышление просто собирает эти три дисциплины как бы под одной обложкой и рассказывает о них вместе. Но на самом деле это не так. Трансдисциплина задает важнейшие объекты внимания для дисциплины и говорит, как они связаны между собой. Но чтобы понять, как правильно взаимодействовать с этими объектами, мы уже спускаемся к самой дисциплине. В качестве метафоричного примера можно взять карту мира. Если вы возьмете обычный глобус, то будете понимать, где находятся страны, то есть объекты, и их взаиморасположение, то есть отношения между ними. Благодаря этому у вас будет целостная картинка. Но вряд ли глобус вам поможет, когда вы будете непосредственно путешествовать. Вам понадобится карта уже другой крупности. Но без глобуса вы бы могли упустить интересный маршрут через несколько стран. И если уже по этой, более крупной карте вы захотите ориентироваться в конкретном городском районе, то вам ее тоже не хватит. Вы будете знать, что этот район есть, у вас будет целостная картина города, но пользоваться ей для перемещения по району вы уже не сможете. Так и в системном мышлении. Вам дают, например, понятие ролей, целевой системы, потребностей и требований. Но как выявлять те же потребности в самом системном мышлении вы уже не узнаете. Суть в компактности. В наших проектах происходит огромное количество процессов. Бегают люди, что-то друг от друга хотят, используют сложные технологии и так далее. Чтобы понять, как функционирует проект целиком, не хватит просто некоего здравого смысла. Даже если мы просто честно будем по порядку, внимательно рассматривать каждый объект, на который сможем обратить внимание и пытаться понять, что же мы с ним будем делать, насколько важно его учитывать и все такое, то у нас просто не хватит мощности мозга, чтобы довести такой учет до конца. На подобное будет тратиться огромное количество сил и времени, и при этом не будет никакой гарантии, что ничего не упущено. Изучая системное мышление, мы сможем обратить внимание на самые важные объекты в проектах. И только на них, не тратя время на лишнее. Конечно, нам еще потребуется на уровне кругозора изучить дисциплины главных практик, но это совершенно не тот гигантский объем, с которым бы мы столкнулись, разбираясь совсем на месте. То есть, изучая фундаментальные трансдисциплины, мы получаем компактное описание мира, которое будет применимо в самых разных ситуациях. Окей, с этим вроде понятно. Теперь давайте возьмем системное мышление. И обычно ошибки возникают от культурно устоявшегося понимания этого подхода. Он ведь изначально появился, просто чтобы у людей была возможность описывать сложные объекты. Но современное системное мышление вводит обязательное понятие ролей. Система в глазах смотрящего. Нет ролей, значит нет и системы. Дизайнеры, бэкэнд-специалисты, операционные менеджеры. Всех их интересует в реальных объектах разное. Все они хотят как-то влиять на мир с помощью этих систем. И без этой привязки к функции бесполезно вести какие-либо обсуждения. Это связано с прагматическим поворотом, о котором рассказывается в нашем курсе антологики и коммуникации. И подробно сейчас на этом останавливаться не будем. Понятие ролей очень емкое. При этом, как только оно появляется в нашем мышлении, это сильно улучшает работу в любом проекте. Освоившись в этом, вы будете видеть на рабочем месте не просто людей, а людей в ролях. Это серьезно поможет как минимум грамотно коммуницировать с коллегами и избегать странных ситуаций, типа как когда начальник подходит к вам в роли менеджера, а вы начинаете объяснять ему то, что обычно интересует инженеров. Конечно, у вас не получится так хорошо понимать других людей, просто поняв концепт ролей. Вам все равно понадобится кругозор о том, что этих ролей интересует. И далее следует не самая тривиальная мысль. Роли ведь культурно обусловлены, а не просто откуда-то взялись. И придя в самые разные проекты, вы будете видеть там этих людей в ролях, которых интересует буквально одно и то же. Можно, конечно, участвовать в большом количестве проектов, накапливая опыт, и так начать лучше разбираться в ролях. А можно прийти к заключению, что неспроста все так похоже. И действительно, эти роли ведь описываются дисциплинами, а дисциплины записаны в книгах. И можно понять интересы и основные практики этих ролей именно через книги. Это может казаться совершенно очевидным, если дело касается каких-то типичных рабочих проектов, но вот о личных проектах типа семьи, воспитания детей, поддержания дружбы, к сожалению, задумывается гораздо меньше людей. А ведь в таких проектах тоже есть свои роли, и вы удивитесь, насколько их много, если начнете разбираться. С системным мышлением вы не утонете в таком огромном объеме информации, разбираясь на месте, а получите четкий язык, помогающий все разложить по полочкам. С этим пониманием, какие могут быть типовые ошибки? Ну, во-первых, вы можете посчитать, что одного системного мышления хватит. Это не так. Чтобы воплощать успешные системы, вам нужно будет задействовать все трансдисциплины интеллект-стека. Вместе с этим, конечно же, нужно и прикладное мастерство. Иначе вы просто будете все очень хорошо понимать, но ничего не сможете сделать. И, во-вторых, да, мы утверждаем, что освоив трансдисциплины, вы станете умнее. Но это не означает, что достаточно просто прочитать много учебной литературы. Нет, мы так не учим. При освоении любых понятий нужно постоянно пытаться найти, чему они соответствуют в реальном мире. Это называется граундинг. Что эти понятия обозначают из того, что реально происходит у вас на работе? Мы не просто так уделяем такое внимание практике мышления письмом. Оно помогает сопоставить абстрактные объекты с физическими. Иначе будет получаться так, что вы занимаетесь своими делами, и в голову буквально не придет, что все, что вы выучили, вам надо брать и прямо применять на месте. Теории останутся теориями. Понимание не превращается в какое-то поведение само по себе. Над этим нужно специально трудиться. Именно поэтому мы и указываем пререквизитами к нашим сложным курсам освоенные практики саморазвития. При этом, даже делая все правильно, вы будете сталкиваться с трудностями. Конечно, ведь невозможно за раз освоить все понятия. Должно пройти время, пока вы натренируете новые нейронные связи. Они ведь физически должны появиться. И тогда у вас будут автоматически выстреливать связанные понятия. Потом ведь их еще надо будет связать с другими, которые идут следом. И все это постепенно приземлять на реальные объекты. Это тяжело. Придется удерживать внимание месяцами, чтобы все это заработало в деятельности. И каждый день вы будете понимать, насколько еще много предстоит. Как много происходит вокруг, на что вы раньше и внимания не обращали. А теперь с трудом будете пытаться связать это с выученными теориями. В общем, роль ученика нелегка. И со своей стороны, мы стараемся сделать так, чтобы, раз уж вы приняли осознанное решение, то дошли до конца в своем обучении. Каждый год мы делаем наше содержание все понятнее, проводя много методической работы. Также в этом году мы запустили подписку, в которой всего за 700 рублей в месяц вы можете получить доступ ко всем нашим курсам, которые к тому же регулярно обновляются. А данный подкаст появился благодаря формату совместного обучения. Там мы собираем студентов, чтобы проговаривать пройденный материал и получать ответы на вопросы от преподавателей. Ведь куда проще сохранять мотивацию, когда ты знаешь, что рядом с тобой учатся и встречаются с трудностями такие же люди. Кстати, если вы хотите попасть в такую группу, то подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы там следить за актуальными новостями. Если вам хочется подробнее ознакомиться с упомянутыми концептами, то я подготовил для вас несколько ссылок, и они находятся в описании под видео. Спасибо, что были с нами, и не забудьте оценить материал. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok